Мы продолжим сегодня чтение 13-го трактата 3-го тома Марасхака, где он говорит о пребывании человека в естественном, вышеестественном и нижеестественном или противоестественном состоянии, и где он дает много важных описаний, дополняющих общую картину среднего этапа мистического восхождения, как ее изображает Марасхак. Да, мы говорили, часто обращались к наблюдению, впервые для меня сформулированному Александру Преображенским, о том, что Марасхак преимущественное внимание уделяет средней ступени, не телесной, не духовной, а душевной, и переходу от душевной к духовной. Этим он был очень востребован, потому что Иосиф Хазая и Андальяцкий делают описание преимущественно духовной степени, говоря о подступах к месту совершенства. А Исаак Сирин часто обращается к тем, кто поступает к этой степени, к тем, кому важно знать об этой степени, кто при этом осознает себя только стремящимся к ней, и все время к такому читателю Исаак Сирин обращается, к нему снисходит, как это и сегодня мы увидим в его формулировках, когда он говорит о тайне, которая познается через подобие для тех, кто еще эту тайну не пережил. Так вот, мы в течение двух семестров нашего семинара собирали разные описания душевной степени, как их дает Марыс Хак, когда он берет за основу разные критерии для описания. И тринадцатый трактат, как мы видим, дает много важных дополнительных штрихов к этой картине. Марыс Хак, как он любит, снова предлагает некую систематизацию, но в отличие от Осипа Хазаи, он каждый раз берет разные критерии для систематизации, осознавая, что все это лишь попытка приблизиться к невыразимому. Поэтому у Марыс Хака каждый раз и попытки систематизации, они вокруг разных критериев вращаются, разные уровни им выделяются. При том, что терминологический аппарат, когда речь идет об устроении человека и о тех частях человека, которые задействованы на разных этапах мистического опыта, этот аппарат у него единообразен. Он постоянно говорит о райана, он постоянно говорит о делании райана, разума, он постоянно использует термины, которые мы переводим как размышления и которые отсылают к разным уровням делания. В этом плане он единообразен и удобно сопоставлять разные его творения. Но когда он пытается систематизировать, он на одной систематизации никогда не останавливается. И в этом смысле Марыс Хака изучать труднее, чем Иосифа Хазаю и его последователей. Итак, мы возвращаемся к этому трактату. Мы остановились примерно на его середине. И как раз уже размышления о трех местах, в которых пребывает человек, превыше естества, вместе естества и ниже естества, мы уже видели это рассуждение. Вот здесь на тексте я хотел бы для тех, кто если смотрел или будет обращаться к предыдущей записи, я хотел бы показать пропуск в нумерации. Дело в том, что Сабина Кьяла иногда по смыслу объединяет некоторые абзацы, но вообще деление на абзацы в издании – это инициатива издателя, и он хочет разделить текст для удобства читающих. Но опять же, так бывает не всегда. В случае с главами о ведении Исаак Сирин сам нумерацию, ну или во всяком случае в древнейшие рукописные свидетельства глав о ведении, есть нумерация этих текстов, что позволяет эти тексты дробить, что делает их удобными для восприятия. А в случае с тегеранской рукописью третьего тома тексты идут сплошь подряд в рамках трактатов. И Сабина Кьяла сам на основании общего смысла, руководствуясь тем, как развивается мысль Марат Хак, предложил деление. Но некоторые абзацы он объединяет вместе, и вот здесь должна стоять цифра 4. Вот я здесь ее поставлю и сделаю все-таки отступ супротив издания Сабины Кьялы. Вот это заметила Юлия Волохова, которая берет на себя огромный труд по подготовке записи семинаров. И чтобы, если кому-то понадобится этот текст пересмотреть, чтобы не казалось, что нумерация сбилась, я вот сейчас поправлю этот момент. А мы остановились на двенадцатом-тринадцатом параграфах. Да, вот к двенадцатому мы не дошли. Да, вот на десятом-одиннадцатом. О трех постигаемых местах он сказал, говорит, что к естеству относятся подвиженчество и дела добродетели, и к этому уровню относятся хадуса – радость, и рэсха – пламенение. К этому же уровню относятся противодействие страстям. Вне естества – это то, что связано с пренебрежением, добродетельной жизнью, и ему сопутствует уже не хадуса и рэсха, а кареруса и псаксавра, то есть холод, холодность и безнадежность. А то, что выше естества, вот на этом мы таки остановились, да, он поднимается на страстями и сражениями, также на телесном уровне, подвиженчеством, через сосредоточение кунаша в Боге, который обращается к изумлению, превышающему все движения. И здесь ум пребывает в свободе от всего здешнего и ясности мыслей, которая превыше слова. Прошлую нашу встречу мы завершили наблюдением о том, что Марасхак использует понятие духовный, рухана, друг, когда он говорит о состоянии, превосходящем уровень подвижничества, когда он говорит о состоянии, когда человек способен к созерцанию, начиная с созерцания телесных. И мы говорили, что сравнивая уровни Марасхака с описаниями Иосифа Хазаи, мы каждый раз для себя отмечаем, что Иосиф Хазаи использует термин духовный, когда речь идет о состоянии превыше ясности, а Марасхак начинает его использовать, когда речь идет о поступах к состоянию ясности. И точно это касается и термина превыше естества. Для Марасхака Иосифа то, что превыше естества, это то, что связано со сверхъестественным состоянием высшей ясности, когда движение человека соединяется с движениями божественными. А Марасхак, как мы видим из этого параграфа, использует понятие превыше естества, явно описывая состояние, которое еще предшествует месту ясности. Вот он говорит о сосредоточении кунаша, которое обращается к изумлению, то есть начинается она еще до изумления. И точно так же он говорит здесь о ясности, используя термин шапьюса. Точно такую же особенность я вижу в текстах крайне мало до сих пор еще изученного мистика, современника Марасхака и насельника монастыря Раббана Шабура, в котором Марасхак какое-то время находился, «Симеоном Тайбусе» или «Симеоном Благодатным». Шимеон Тайбусе чаще всего его обозначают. В издании книги Раббера Белле мы приняли обозначение «Симеон Тайбусе», такой компромиссный вариант, как Иоанн Барпинкайе. Из текстов Шимеона Тайбусе издана и то фоксимильно только книга врачевания, значительные фрагменты из которой сохранились в рукописи Дора 680. Это рукопись 1289 года, которая содержит очень репрезентативную подборку восточно-сирийских мистических текстов. И не только их. Там есть и комментарии на главоведение Евагрия, но основной костяк составляет восточно-сирийские тексты. Наш с вами 13-й трактат, который мы разбираем, тоже содержится в этой рукописи. Эта рукопись служит наиболее ранним свидетельством для 13-го трактата из 3-го тома Марасхака. Письма Иосифа Хазаи, послание другу о действии благодати и письмо о действии благодати, которое бывает у подвижников, тоже в этой рукописи представлены. То есть очень много ценных текстов она содержит. Альфонсо Менгана в 1934 году издал фоксимильно рукопись, тексты по рукописи, подготовленные по его заказу. То есть по заказу Альфонсо Менганы значительная часть трактатов этой рукописи была переписана. И вот то, что переписчик для Альфонсо Менгана подготовил, он издал фоксимильно и подготовил английский перевод целого ряда трактатов. Там и трактат Шимона Тайбусе, который он назвал медицинско-богословский трактат. Там и трактат Иосифа Хазаи о духовном созерцании и о молитве вместе ясности. Там и упомянутые мною два письма. Да, сейчас я демонстрацию включу. Там и упомянутые мною два письма Иосифа Хазаи. И вот этот текст, который Альфонсо Менгана назвал... Да, простите, не медико-богословский, а медико-мистический трактат. Этот текст, который Альфонсо Менган назвал медико-мистическим трактатом, служит единственным, хоть как-то изданным текстом Шимона Тайбусе. Авдиша Барбриха в своем каталоге церковных книг, который включает в себя преимущественно сочинение восточно-сирийских авторов, упоминает о книге «Врачевание», которую написал Шимон Тайбусе. И Григорий Михайлович Кессель показал, что трактат, изданный Менганой, представляет собой выдержки как раз из книги «Врачевание» Шимона, для которых Григорий Михайлович идентифицировал также и другие рукописные свидетельства. Кроме этого, есть остающаяся неизданная книга «Благодати» Шимона Тайбусе, которая написана в жанре сотниц. Пространные выдержки из этой книги были переведены на русский язык Григорием Михайловичем Кесселем. Я очень рекомендую вам найти статью, которая доступна онлайн, но, впрочем, опять же, можем включить ее в рассылку, Григория Михайловича Кесселя, Шимона Тайбусе и его письменное наследие, где он обрисовывает ситуацию с корпусом и приводит текст из книги «Благодати». Это крайне интересный автор. Вот сколько мы с Александром Преображенским не разбирали уже текстов восточно-сирийских мистиков, каждый раз мы выясняли, и преимущественно Александр выяснял, который при цельном наследии Шимона Тайбусе изучает, что многие волнующие нас вопросы имеют, если не ответы, то подробные описания, позволяющие найти ответ в сочинении Шимона Тайбусе. В прошлый раз мы с вами читали текст из Иосифа Хазая, из его послания о трех степенях, где говорится о рысха. Помните этот текст, где Иосиф Хазая говорит о состоянии полуменения, которое бывает от того, что начинающий монах чувствует воодушевление в своем делании, но это состояние рысха сменяется также карьюса, состоянием огорченности, и оттуда легко можно скатиться либо в тщеславие, либо в уныние, а также можно скатиться и в ощущение телесного вожделения, потому что все это проявление вожделительной части души. И Иосиф Хазая ссылается на отцов, которые говорят, кто может пройти, да пройдет. Так вот, как Григорий Михайлович Кессель показал в своей диссертации, подобное рассуждение, только более пространное, есть у Шимона Тайбусы. То есть, то ли Марцхак ссылается, то ли Иосиф Хазая ссылается на Шимона как на авторитетного отца, то ли какие-то есть еще другие источники общие для них. Но первое весьма вероятно, потому что неоднократные пересечения между Иосифом Хазаей и Шимоном Тайбусом обнаруживают себя. И Александр Преображенский неоднократно мое внимание на это обращал. Когда мы подготовим, я надеюсь, подготовим перевод книги вопросов и ответов Иосифа Хазая, там тоже очень многое выяснится, там есть пространные антропологические рассуждения, а Шимон Тайбусы демонстрирует глубокое знание медицинской терминологии, что опять же Григорий Михайлович Кессель, который прицельно занимается сирийскими медицинскими трактатами и медицинскими переводами, что Григорий Михайлович Кессель в своей диссертации опять же обстоятельно проанализировал. В книге вопросов и ответов Иосиф Хазая тоже приводит пространные антропологические рассуждения. И когда мы, Энмар ЕНСБ, доберемся до этого, я думаю, что очень много интересных связей будет выявлено. Связи между Симеоном и Моросхаком тоже достойны внимания. И не случайно книгу «Благодати», как Григорий Михайлович Кессель говорит, книга «Благодати» известна в десяти западно-сирийских рукописях и всюду с атрибуцией Моросхаку. И Артур Выбус, который впервые ввел в научный оборот этот текст, и отец Гавриил Бунге, принимали эту атрибуцию. Однако Дана Миллер, который подготовил английский перевод первого тома Исаака Сирина, показал, ну а вслед за ним Паула Беттиола, показали, что Моросхаку этот текст принадлежать не может. В статье Григория Михайловича Кесселя вы подробную эту информацию найдете. И вот сейчас, вот мы, разбирая третий том Моросхака, все время сталкиваемся с тем, что он понятие духовное и превыше естества использует, говоря о созерцании телесных и о более высоких состояниях, но о тех, которые соответствуют все еще простым движениям по Иосифу Хазаи, простым и ограниченным, не беспредельным, а имеющим предел. У Шимона Тайбуса мы видим такое же явление. Он говорит о состоянии, он говорит в своей книге врачевания о борьбе со страстями и потом говорит о том, как человек поднимается на более высокую ступень, ступень превыше естества. И в этой ступени, в состоянии превыше естества, он занимается духовным созерцанием. Теория ДРУХ. Этот термин восходит к Евагрию, и Робер Бюлэ в своей главе о влиянии Евагрия на восточно-сирийскую традицию этот термин анализирует, и он показывает, что у Евагрия Понтийского понятие духовное созерцание относится к созерцанию телесных и к созерцанию бестелесных и к созерцанию суда и промысла. И упоминает Бюлэш также к созерцанию троицы. То есть у Евагрия, видимо, это родовое обозначение. Созерцание как такового, пока что осторожно я предположу. Для Шимона Тайбута понятие «теория ДРУХ», духовное созерцание, подразумевает видение божественной силы, действующей во всех творениях. Вот когда-то я, переводя 26-й трактат первого тома Исаака Сирина, долго бился над одним его определением развлечения. Очень сложный синтаксический текст. Я все намереваюсь перейти как-нибудь на одном из занятий прочитать с комментарием этот трактат. И я бы сейчас сделал некоторые важные дополнения к тому переводу, который я подготовил для издания «Троицы Сергея Лавры», как раз для этого очень сложного пассажа. И Исаак Сирин говорит о том, что в созерцании человек обретает иное назначение у каждого предмета, который он видит. Я пытался сам понять как-то для себя, как переводчик, домыслить, что он может иметь в виду. То есть действительно человек видит некое бытовое назначение, он в поседневном опыте воспринимает вещи, не задумываясь о, скажем так, об их энтологическом статусе. А в созерцании он обретает опыт, который превышает его бытовое восприятие и его рациональное восприятие. Я для себя так осторожно объяснил слова Марыс Хака, он обретает другое назначение, когда он смотрит на ход вещей. А в книге «Врачевание» Шимон Тайбусе выражает эту мысль, я большой своей радости нашел там похожее рассуждение, которое он выражает очень подробно и обстоятельно. Он говорит, что земледелец смотрит на растения определенным образом. То есть он оценивает с одной стороны рациональным, как они растут, он оценивает их функционально. С другой стороны, не функционально, так как земледелец, он знает все обстоятельства жизни тех растений, он знает, как их возделывать, знает, какие для них необходимые условия, и он также знает практическую пользу, которую они приносят. То есть как раз Шимон Тайбусе говорит о внешнем уровне восприятия, бытовом или рациональном. И он говорит, что в состоянии созерцания человек видит внутренние явления каждой вещи, он видит божественную силу, которая в каждой вещи действует. И постепенно ум обретает навык в этом созерцании, и он уже не может ни на что посмотреть телесными очами, так, чтобы не видеть также и божественные действия, проявляющиеся в каждой вещи. Вот так Шимон Тайбусе определяет духовное созерцание. И опять же речь для него в данном случае идет о созерцании материальных вещей, о созерцании телесном, а постепенно человек возрастает и в созерцании бестелесных. То есть он следует этой стандартной схеме от созерцания телесных к созерцанию бестелесных, но здесь он уже употребляет понятие превыше естества и говорит здесь о духовном созерцании. Вот это важный параллель между Шимоном и Марысхаком, что он термин духовный использует здесь на более раннем этапе, при том, что точно так же Шимон Тайбусе говорит о степени совершенства, которая предполагает состояние превыше всякой мысли о чем бы то ни было тварном. То есть и Марысхак, и Шимон Тайбусе, и Иосиф Хазайя говорят об этом состоянии гмеруце, совершенства, описывает его единообразным образом, но, как мы уже отмечали, границы этапов проводят по-разному. И для Шимона тут уже начинается духовный этап. И если вы, те, кому доступна книга Бюлея, если вы откроете там табличку, в которой показаны сравнительные деления на три ступени и она отшельника у мистиков, то вы увидите, что как раз у него это духовное созерцание стоит между, стоит до ясности и на уровне ясности. Вот этим градация у Шимона и у Марысхака оказывается очень похожей, но этим их сходство не исчерпывается, потому что, говоря о постижении этой силы, которая воспринимается в духовном созерцании, Шимон Тайбуце использует глагол, использует форму «гарех», он использует глагол, обозначающий размышления, вот этот самый корень «гэй, рэш, гимель». то есть он говорит, то делание, которое в созерцании телесных имеет место, он описывает глаголом, обозначающим размышлять. Это, опять же, очень важное дополнение к определению «гэрга», который дает Марысхак, когда он говорит о «гэрга» как о взирании, которое превосходит слова. То есть он описывает состояние, он описывает состояние «гэрга», которое здесь уже превыше слов, но начинается оно раньше, чем в месте ясности. И говоря о Марысхаке, мы видели, что «гэрга» начинается раньше, чем в месте ясности, но до места ясности оно продолжается. И много по этому поводу было дискуссий с Виктором Неовитасу, и, собирая пазлы, мы приходили к мысли, что «гэрга» это делание, которое на разных этапах имеет место. Начинается оно на рубеже телесного и душевного этапа, а кульминации достигают вместе ясности. И все больше подтверждений этого широкого понимания «гэрга» я нахожу, в том числе в книге «Врачевание» Шимона Тайбузе. Есть еще один важный текст из Бехиша Камульского, и сегодня мы тоже к нему обратимся. Я снова включаю демонстрацию экрана. Вот слово «кунаша» нужно запомнить его сейчас, потому что оно нам пригодится еще в связи как раз с нашими размышлениями. Итак, по поводу границы духовного этапа я сказал, и дальше тоже важное размышление, которое позволяет границы этапов Марасхака понять. Все эти, то есть состояния внутри света разума. То есть вот он состояние разума, которое превышает естественное состояние человека, он характеризует как нора драйяна. Он не делает, не различает здесь разные виды света, как, например, это делает Иосиф Хазайя, главах о ведении, но он различает разные степени пребывания в этом состоянии. Вот он говорит, что все это внутри света разума, ведь человек начинает соприкасаться с этим светом разума с тех пор, как он начнет сражение против страстей и начал их одолевать. То есть получается даже не на душевном этапе, а на вершине телесного этапа, когда борьба еще имеет место, но человек преуспевает в этой борьбе. Он начинает приближаться к этому состоянию. Я открою сейчас сирийский текст. Да, я хотел освежить в памяти, какой глагол я перевел словом соприкасаться. Да, это глагол пра, который означает встречаться, встречать что-то. Он может указывать на неожиданную встречу. Часто используется в текстах, когда человек листает книгу и смотрит по ней глазами. Тоже этот глагол пра может использоваться. И вот здесь он начинает с этим светом встречаться, да, ну вот я перевел соприкасаться, когда он начинает одерживать победу над страстями, начинает их одолевать. И пока он их одолевает и прекращает, так он преуспевает в свете разума и просвещается в сокровенном. Отсюда после победы над страстями начинает, ну буквально начинает или начинается там глагол шари, шари в традиционном произношении используется, начиная действовать этот свет разума. И пока страсти одолеваются, успокоение проявляется в разуме. И отсюда он преуспевается в сокровенных предметах и непрестанно приближается к изумлению помыслов. То есть этот свет разума начинает действовать, когда человек подступается к нему, встречается с ним. Глагол, который подразумевает некую случайность, даже не частичность, а некую еще необязательность, некую ситуативность. он соприкасается с этим светом, когда он одолевает страсти. Действовать этот свет начинает, когда он вступает на душевный этап, когда он просвещается в сокровенном, после победы над страстями. Но опять же, надлежит помнить, что применительно к душевному этапу речь не идет о полном прекращении страстей, о достижении полного бесстрастия. И Марес Хак неоднократно и в первом томе, и во втором томе неоднократно касается тезиса о достижении совершенства и бесстрастия в этом мире. Этот тезис он связывает с мисселианством, и этот тезис он подвергает критики, потому что в нынешнем веке достижение полного бесстрастия невозможно. То есть Марес Хак здесь опирается на тезис Федора Мапсуистисского, и из этого он, с одной стороны, выводит утешение для человека, чтобы он не отчаивался, с другой стороны, выводит предостережение, чтобы он не ставил себе невыполнимые цели, которые будут достигнуты в будущем веке. Поэтому, когда он говорит о победе над страстями, он имеет в виду неполное прекращение движений, неполное бесстрастие, а достижение того состояния, когда человек может сосредоточиться в молитве без того, чтобы внешние мысли, страстные порывы его в этот момент тревожили. Вот чистая молитва, то, что Марес Хак называет чистой молитвой, для него оказывается вершиной телесного делания, с которого состояние чистой молитвы, в котором разум пребывает на душевном делании, как Марес Хак это подробно описывает в 22-м трактате первого тома и в 34-й главе 4-й сотнице своей и в других местах. Это то состояние, когда порывы не отвлекают от молитвы, в ней имеют место различные движения, но для нее создается ограда, как мы с вами об этом говорили. И способность в этом состоянии пребывать достигается после победы над страстями. То есть победа над страстями, он понимает эту способность пребывать в молитве без страстных порывов. Он не говорит о полном достижении, о полной неподвластности страстям. И вот здесь начинает действовать свет разума. И пока страсти одолевается, успокоение проявляется или проявляется глагол адыг означает выглядывать из окна, пристально смотреть, зачем-то одновременно оно означает показываться самому. И отсюда он приспается в крайних предметах и непрестанно приближается к изумлению помыслов. Так вот, изумление для Маресхака это состояние, за которым начинается духовная молитва. хотя опять же нужно понимать каждый раз о каком изумлении идет речь, потому что может быть изумление тварными природами. Есть изумление наивысшее, за которым начинается состояние духовной молитвы. И он говорит, что он непрестанно к этому состоянию приближается. Это состояние увенчивает душевный этап. То есть из этого описания очень ясно следует, что Маресхак говорит о продвижении в душевном этапе. То есть мне кажется, из этого состояния очень ясно следует. Он описывает путь от победы над страстями к изумлению помыслов. Это явно маршрут душевного этапа, и при этом все это рассуждение касается состояния превыше естества. Наверное, скорее речь идет возрастания степени. То есть пребывая в размышлении над писанием, даже начиная еще с чтения несвободного от вербальных движений, человек задумывается о домостроительстве. Сматриваясь в творение, он испытывает восхищение перед ним. И постепенно это состояние нарастает и на вершине душевного этапа Марасхак описывает кульминацию этого состояния, когда ум становится превыше своей собственной воли и ведется волей Божией. Я думаю, что как здесь в 13 трактате Марасхак описывает постепенное продвижение в этом состоянии, так он может говорить об изумлении, когда он созерцает тварные природы и о некоем изумлении наиболее сильном, которое увенчивает продвижение. Вот Виктор Неавитас тоже пишет, сходя из опыта чтения первых двух томов, что Марасхак говорит при восхождении вместо ясности и при вознесении на третий уровень. Вот у меня такое же впечатление сложилось, то есть вместо ясности это там, где он в полноте обретает созерцание телесных природ и бестелесных, а третий уровень, когда уже его воля, волевое сосредоточение утрачивается. То есть Марасхак говорит о постепенном возрастании в этом состоянии. Точно так же, как и здесь, он говорит о постепенном возрастании в свете разума, о приближении к изумлении помыслов. Здесь в данном случае изумление помыслов для него увенчивый душевный этап. Но здесь тоже нужно будет разбираться из его описания, ставит ли он это здесь ниже места ясности или выше. Вот мы в ходе нашего семинара выработали такой критерий. Если Марасхак говорит о том, что превыше человеческой воли, то это уже душевный этап. Если человеческой воли остается, то превыше воли это духовный этап, там, где человеческая воля еще задействована, это душевный этап. То есть там, где Марасхак говорит превыше естества, говорит о духовном, но при этом еще подразумевается действие воли человека, то это еще душевный этап по классификации Иосифа Хазая. И вот он может говорить об изумлении на душевном этапе. Я думаю, что можно принять ваше определение, что это одно подобно другому, или одно оказывается частичным на фоне другого. Точно так же, как и Иосиф Хазая должен или вынужден, то есть написывая свой опыт, разграничивает частичную ясность и всецелую ясность, потому что здесь нету жестких заборов, здесь есть постепенное возрастание в некоем состоянии. Пожалуй, достаточно жесткий, ощутимый переход. Есть как раз между ясностью и тем, что превыше ясности, потому что там происходит забвение творения и там происходит утрата собственных движений собственной воли. По поводу вопроса Константина. Полное преодоление страсти не предполагается, чтобы постоянно держать себя в рабочем состоянии и не расслабляться, но я думаю, что Марес Хак просто исходит здесь, как и другие мистики, из реального опыта. Они исходят из того, что полная свобода человека от движений и от движений его изменчивой природы просто оказывается невозможным. В мистическом опыте в состоянии ясности и превыше ясности человек стоит выше этих порывов, но когда он возвращается, он не свободен. Действительно, Марес Хак призывает не расслабляться, но это не то, чтобы педагогическое его замечание насчет полного преодоления страстей, а просто это реальность человеческого опыта и нашего с вами, и опыта великих мистиков, которые достигли более высоких состояний. Вот когда Марес Хак поднимает вопрос о том, нужно ли его тексты читать новоначальным, в одном месте он говорит, что ради тех, кто пренебрегает деланием, мы не будем скрывать истину нашей веры, то есть истину божественной милосердия, а в другом случае он говорит, что новоначальным полезнее думать о суде, когда он говорит, что вообще всегда полезно надежду разбавлять страхом, вот тут можно говорить о педагогическом этапе, что он в состоянии своем ясности и превыше ясности постиг состояние превыше страха, а люди, находящиеся ниже, неизбежно должны пребывать в некой тревоге относительно конечной своей участи, а где Маресхак говорит о том, что бесстрастие в нынешнем веке, абсолютное бесстрастие в каждый момент времени недостижимо, он просто исходит из подлинного опыта, здесь я не думаю, что есть какой-то педагогический прием. По поводу того, чтобы держать себя в рабочем состоянии и не расслабляться, есть очень важное рассуждение у него, но и вот тут тогда отталкиваясь от вопроса Константина, я приду к тексту Бехиша Камульского, есть очень важное рассуждение у Маресхака в 34 главе Четвертой Сотнице, и там Маресхак говорит, если ты будешь ждать полного освобождения от блуждания помыслов, ну это в некотором смысле аналоги страстия, потому что когда блуждание помыслов имеет место, тогда же разные страстные порывы среди помыслы, связанные с действием страстей, тоже дают о себе знать, если ты будешь дожидаться успокоения полного для того, чтобы начать молиться, ты не помолишься вовек, потому что не дождешься, он говорит, и отсюда вывод, который делает Маресхак, что именно через молитву достигается сосредоточение человека, его избавление от блуждания. Эта молитва пока что еще вербальная, это та молитва, о которой мы читали в девятом трактате третьего тома, которая оказывается еще ущербной молитвой, но без нее невозможно достичь состояния чистой молитвы и дальше состояние духовной молитвы, то есть не нужно ждать состояния свободы от движений для того, чтобы начать молиться, ты не дождешься, а нужно совмещать молитву, чтение Писания для того, чтобы подняться выше, для того, чтобы создать ту самую ограду, внутри которой достижимо состояние чистой молитвы. И Бехиша Камульский в своей шестой беседе, которую сейчас переводит отец Александр Полховский по рукописи 1704 года, переписанной в Индии, с более ранней рукописи, которая датируется рубежом тысячелетий первого и второго. В этой шестой беседе Бехиша Камульский цитирует эту 34-ю главу из четвертой сотницы. Цитирует под именем Марыс Хака. Это очень важное замечание, потому что это еще одно свидетельство о втором томе Исаака Сирина из восточно-сирийской традиции. Есть у Иосифа Хазаев свидетельство в VII веке в трактате о молитве вместе ясности, и есть у Бехиша Камульского в шестой его беседе. И это не единственный случай, когда Бехиша Камульский цитирует Марыс Хака. И он цитирует это рассуждение вот в каком ключе. Вот эта рукопись номер 4527. Для справочной информации он ссылается на блаженного Марыс Хака. И он говорит, если до тех пор, пока ты буквально освобождаешься от блуждания, там у Марыс Хака другой глагол стоит, и тогда только ты хочешь помолиться, то ты вовек не помолишься. Вот здесь буквально написано ля-ля, для не, возможно это описка вместо элля, но но ведь посредством постоянства в молитвах и понуждения и герга размышления непрестанного собирается разум от блуждания. Все наши термины, то есть он цитирует Марыс Хака, Бланшар, которая в своей диссертации идентифицировала эту цитату, позволяет благодаря замечанию Бланшар мы можем открыть четвертую сотницу Марыс Хака и посмотреть на этот текст. Давайте я тоже вам выведу оригинал, его здесь он говорит в 34 главе. тоже. Если до тех пор пока разум не будет совершенным и превысшим всех памятований о мире о мире сей всем, ты увидишь его, то есть если пока ты не увидишь разум совершенным и превысшим всех памятований о мире, тогда ты начнешь молиться, то вовек ты не помолишься. И выше еще есть цитата, на которой явно Бехишек Камульский пересказывает. Но из постоянства в молитве и множестве и множество труда в ней истребляет соблуждание от разума. То есть вот мы видим, что Бехишек Камульский цитирует эти две, комбинирует эти две фразы в достаточно смелом пересказе, но очевидно подразумевая, что текст Марасхака хорошо знаком его читателям. И, кстати, вот это замечание, здесь у Марасхака написано «Элла», но позволяет, подтверждает ту корректуру, на которую я указывал по Бехишек Камульского вот в этом месте. Надо еще посмотреть на раннюю рукопись, которая датируется девятым-одиннадцатым веком. Так вот, что здесь важно? Марасхак говорит о разуме, который освобождается от блуждания. Марасхак говорит о том, что если человек хочет начать молиться, пока он не преодолел блуждание, он никогда не помолится, но как раз из постоянства в молитве, из усилия в ней, человек постепенно освобождается от этого блуждания. То есть начать нужно с молитвы, требующей усилия, с молитвы, совершаемой на телесном этапе. И через это человек достигнет чистой молитвы. И здесь Марасхак использует важные для нас термины блуждания и разум, а Бехиши Камульский, когда пересказывает эту мысль Марасхака, он добавляет здесь слово «гырга». Вот оно выписано красивым восточно-сирийским письмом. «Гырга» для псак «непресекаемое размышление». Чем это для нас важно? Что тут Бехиши Камульский, который явился великим синтетиком, но все у нас, впрочем, они великие синтетики, Марасхак изящно синтезирует Евагрия с Феодором и Иоанном Отшельником, Иосиф Хазая синтезирует этих авторов еще и с Марасхаком и Шимоном Тайбусе. При этом каждый из них очень оригинальным оказывается. То есть Марасхак гениален в своем синтезе в том отношении, что он соединяет платонизм через Евагрия, может быть, не только через него, с Нагорной проповедью и делает это без швов, потому что он показывает, как через созерцание прийти к необусловленной любви, ко всему творению. Я бы не мог себе представить, что можно платонизм соединить с Нагорной проповедью и что-то не заметил, где здесь швы проходят. Иосиф Хазая выстраивает свою терминологическую систему, очень строгую, которая тоже в таком виде не представлена ни у кого. То есть каждый из них оказался синтетиком очень творческим. Абихиши Камульский выстраивает синтез предшествующей традиции, и он уже и на Иосифа Хазая тоже опирается. И это девятый век, и это интересный опыт того, как уже состоявшаяся, расцветшая традиция воспринималась последователями ее. Точно так же, как и житие Иосифа Буснаи, интересный пример в этом отношении. Иосиф Буснаи умер в 979 году, это еще следующий век. Но Бихиши Камульский это тоже великий синтетик, уже за плечами которого стоял Иосиф Хазая. То есть традиция была огромной, которую нужно обобщать. При этом, опять же, Бихиши Камульский и оригинален в описании своего опыта, когда он описывает естественное сияние ума. Он говорит, что отцы называют это сияние цветом сапфира, но говоря о своем опыте, он говорит, что это сияние луны. сияние луны, которое отцы называют сиянием сапфира. То есть он явно пытается своими словами выразить свой опыт. При этом, говоря о сиянии луны, он использует выражение Шимша Дсагра, буквально солнца луны. Это выражение, обозначающее лунный свет, мы не нашли пока что в классическом сирийском корпусе, но это выражение есть в языке Туройо, современном арамейском языке Турабдина. Опять же, очень интересно автора восьмого века найти фразеологизм, который есть в живых арамейских языках современных. и действительно это весьма большая вероятность найти у авторов принадлежащих поздней традиции какие-то влияния живого языка. Так вот, Бехиша Камульский оказывается оригинальным синтетиком, который при этом пишет и про свой опыт, который в чем-то может расходиться с традицией и описывает и то, и другое. И очень важно, как он осмысляет наследие Марыс Хака. И важно, что цитируя сотнице Исаака Сирина, он приводит слово «герга», которого нет именно в том тексте сотницы, который он цитирует, но который мы встречаем на каждом шагу у Марыс Хака, и он слово «герга» говорит применительно к усилию, к усилию, которая достигается на пути к чистой молитве. И дальше Бехиша Камульский говорит как раз о достижении этого состояния. Вот он говорит дальше. «Ибо постоянством молитв с понуждением и непрестанным размышлением, вот это наша герга для псак, разум собирается от блуждания и день за днем приближается к чистоте молитвы. Опять же, когда разум садился собран от всего и постоянствовал взирание к Богу, то сей, то есть человек, поистине не пребывает в чине чистоты молитвы, и молитва его непрестанна». Это я зацетировал продолжение в переводе священника Александра Полховского. То есть мы видим у Бехиша Камульского, что герга начинается до чистой молитвы. И вот так у нас все схлопывается. То есть подтверждается наше предположение, исходя из чтения третьего тома, что герга начинается еще до этапа чистой молитвы. У Шимона Тайбута мы видим, что герга действует на уровне созерцания телесных, и об этом же говорит Марыс Хак. И мы видим, что со словом герга Марыс Хак связывает состояния, которые уже соотносятся с местом ясности. То есть подтверждается тезис о том, что дело не размышления начинается с понуждения ума к молитве и чтению, то есть еще на словесном этапе, а заканчивается в состоянии ясности, что это пространное делание, связанное с трудом сердца от начала и до конца. И Марыс Хак точно так же указывает на границы этого делания в своих описаниях, начиная с первого трактата третьего тома. То есть вот здесь Бехиша Камульский дает нам очень важный пазл в этой нашей общей схеме. И вот теперь как раз можно обратиться к замечанию Виктора Неавитеса. Непонятен перевод приближается к изумлению помыслов. Но именно так и говорит Марыс Хак. У него есть выражение изумления помыслов. Я тоже весьма удивился этому выражению, однако он именно так это формулирует. И он говорит о приближении к этому состоянию. Родительный поддержь может много выражать смыслов. И исходя из других текстов Марыс Хака мы действительно можем заключить, что изумление помыслов это то состояние, в котором от помыслов он освобождается. Но Марыс Хак именно так это формулирует. тагра тхушаве. С мем словом изумление здесь оно в корне по-русскому умеет что-то сравнение с умом. Нет. Нет, оно глагольный корень предполагает именно состояние качек чему-то удивляется, но здесь сирийская морфология просто не позволяет выразить. Точнее можно, конечно, от ума образовать глагол эсгауан и эсгаунан которые постигать умом можно отменные глаголы образовывать. В данном случае нет, это не так. Возможности употребления приставок очень маленькие в классическом сирийском. То есть, собственно, есть те приставки, если не считать префиксов указывающих на лицо и число, то есть приставка эс, которая указывает на пассив или меди или пассив на пассив рефлексив, на разные детранзитивные значения. То есть, в этом смысле ограниченное количество наборов, чтобы отрицательное глагол образовать, да, вот такой возможности морфологической нет. Получается, что морозхак следует евагрию, которая различает два рода созерцания. Их эрга, таким образом, это образ размышлений при созерцании, начиная с созерцания второго рода. Максим исповедник о созерцании божественных логосов вещей посредством чувственного восприятия. Различение иного, это видение божественных логосов, сокрытых в тварных вещах. да, это хорошая параллель, и для морозхака созерцание божественных логосов посредством чувственного восприятия, когда человек взирает чувственно на телесные вещи, одновременно видит иное их назначение, это уже состояние, которое связано с герга. Но вот из Бехиша Камульского, а также из других размышлений Марысхака относительно труда чтения и внутренней работы, мы видим, что герга начинается даже раньше. Мы дальше будем эти свидетельства собирать, чтобы для Марысхака выстроить полную картину. Вот в 21-м трактате второго тома Марысхак говорит, «Я бы весьма возвышен и велик, насколько вообще можно говорить об этом, труд чтения, ибо оно есть дверь, через которую ум входит в божественные тайны и приобретает силу для просветленности в молитве, и омывается он радостью, блуждая, ну, слово блуждать, митрополит Иларион глава ЛПХ как раз переводит, ну, или блуждая, странствуя по деяниям домостроительства Божия, то есть того, что Бог совершил по отношению к людям, ибо эти деяния заставляют нас непрестанно пребывать в изумлении, и от них размышления тоже получают силу, что является плодом того подвижничества, о котором мы говорили, от этого просветляется и усиливается молитва. Вот, Катя, к вашему вопросу, здесь он говорит, ну, как раз это текст, который иллюстрирует то, что я по памяти хотел изложить, когда ум странствует по образом писания, это заставляет его непрестанно пребывать в изумлении, и от этого размышление усиливается. То есть это изумление, которое еще не то изумление, которое приводит к духовной молитве, а первое изумление, получается, предшествующее ему. Ибо без чтения невозможно уму приблизиться к Богу, оно охватывает мышление и на всякий миг направляет его к Богу. Оно омывает его от помышлений до материального мира и заставляет его постоянно пребывать превыше плоти. Вот опять идея превыше, превыше плоти, как синоним превыше естества. Нет другого труда, благодаря которому человек больше преуспевает, если только он читает писание ради истины, чтобы приобрести благодаря нему эти блага. То есть вот здесь Марасхак описывает делание сердца, связанное с чтением писания, но здесь уже речь идет об освобождении от помыслов. А вот то, о чем говорит Бехиши Камульский, понуждение себя, оно начинается еще на уровне помыслов и на уровне словесной молитвы. То есть в целом у нас выстраивается схема, не знаю, стоит ли снова на доске это изобразить, я думаю, что не будет не будет лишним. Буду снизу рисовать, когда есть телесный этап и начинается он с борьбы со страстями, телесные телесные подвиги. И Марасха говорит о нескольких этапах телесных подвигов. И когда человек начинает заниматься сокровенным, когда он начинает заниматься молитвой и чтением писания, уделяет этому большее внимание, тогда начинается делание герга. То есть здесь я напишу вот эту борьбу дальше более высокое состояние понуждения к молитве. И вот здесь герга начинает начинается эта сосредоточенность. Дальше более высоко идут наши созерцания, он говорит о понуждении к молитве, он говорит о собирании помыслов. С этим собиранием помыслов соотносится чистая молитва, которая еще не свободна от движений, но которая свободна от отвлекающих ее порывов. Но при этом тоже о собирании помыслов Марасха говорит и применительно к более высоким состоянием, потому что здесь везде действует человеческая воля. И дальше герга стремится вверх, здесь у нас будет созерцание телесных, созерцание бестелесных, да, да, вот это состояние его вершиной будет место ясности, вот на котором это состояние имеет место, и оно же увенчивает созерцание телесных. И везде Марасхак говорит о герга, говоря о все большей степени сосредоточения и ясности ума. Соответственно, на начальном этапе это сосредоточение в значительной мере рациональное, на уровне созерцания это уже то восприятие логоса впосредствии чувственного восприятия, о котором говорил Виктор. Далее выше это состояние ясности, которое превосходит уровень слов. Для всего, для всех этих этапов и здесь можно дополнительные в какие-то степени вписать между ними. И Марасхак описывает очень много феноменов, которые находятся на этом этапе душевного делания. А вот здесь, там, где чистая молитва, мы можем провести границу и написать уже душевное делание. Здесь у нас будет телесное, здесь у нас будет душевное. А духовное состояние и духовная молитва, она уже превыше всего тварного. И получается, что Герга вводит в это состояние, приводит человека к тому изумлению, которое вводит его в духовную молитву, и до этих пор оно простирается. И сам Марасхак ясность в нашем тринадцатом трактате тоже называет, как, он не говорит это прямо как о пределе, но в самом описании, он говорит о ясности как о завершении этого движения. И очевидно, здесь располагаются у Марасхака изумление помыслов, и говоря об изумлении помыслов, он подразумевает состояние, в котором человек освобождается от помыслов и от движений. И мы помним, что говоря уже о состоянии чистой молитвы, созерцании бестелесных, Марасхак использует понятие превыше естества и духовный, но духовный молитвы у него относятся к самому высокому состоянию, которое выше места ясности. Виктор тоже говорит, что изумление это преображение помышления дискурсивного к единовидному движению гырга. Это убедительное определение пребывания в изумлении, то есть пребывания в простых движениях. Это не момент перехода к месту ясности, да, изумление это не момент перехода к месту ясности, а преображение движения ума дискурсивных размышлений к непрестанному пребыванию гырга. Но это определение хорошо соотносится с текстом о чтении писания, и оно соотносится с трактатом Иосифа Хазаи о движении их во время молитвы, где он описывает простые движения, но имеющие предел, и это как раз движение о домостроительстве. То есть в этом смысле человек, читающий писание и пребывающий в изумлении, это человек, который пребывает в простых движениях по Мармар Иосифу. Да, это хорошее замечание Виктора. А до этого делается принуждение путем средоточения разума. Да, и это как раз низший этап гырга. И я рад, что вы приняли эту точку зрения, потому что круг наших текстов он постоянно гырга помещал на разных этапах. Вот. И в этом случае непрестанное пребывание в изумлении это пребывание в простых помыслах. То есть вот здесь простые помыслы беспредельные на уровне духовной молитвы, а начиная с преодоления дискурсивного мышления, то есть выше чистой молитвы находятся простые помышления, они имеют предел, но они превосходят всякое слово. Иосиф Хазайя и Исаак Сирин говорят об этих движениях в сходных терминах. Вот. И описывают их как простые. И когда Марасхак говорит о пребывании в этих движениях при чтении Писания, говорит про непрестанное удивление, но нужно найти подтверждающую цитату, что для него непрестанное изумление это именно пребывание в простых помыслах, но я думаю по совокупности цитат это убедительная трактовка. Потому что опять же для Исаака Сирина изумление это всегда переход к чему-то более простому. Высшее изумление, которое приводит к духовной молитве, это переход к абсолютной простоте, к постижению божественной простоты, когда никакой сложности, никакой тварности для ума не остается. А изумление на душевном этапе это тоже переход к простоте, но простоте помыслов. Вот это определение для Марасхака изумление как переход к простоте, мне кажется, это убедительное рабочее определение, нужно иметь его в уме и дальше проверять по ходу чтения текстов. то есть для Марасхака гырга это сосредоточение ума, но у него есть разные уровни от понуждения себя до пребывания вместе ясности. Также и изумление. Марасхак говорит о переходе к простоте через опыт изумления, но это может быть более низкий опыт, уровень перехода к простым движениям и более высокий уровень перехода к духовной молитве. То есть пока что по итогам обсуждения я бы так сформулировал разницу и понятно почему термин изумления используется в том и другом случае. То есть это тогда будет уже четкий ответ на ваш вопрос о том, что общего между разными изумлениями, если понимать здесь переход к простому, более простому уровню. Будем это определение держать в голове с тем, чтобы потом посмотреть по текстам другим, насколько оно работает. «Высшее место ясности нет помышлений гырга». Да, если выше место ясности наступает духовная молитва, то помышлений там уже нет. То есть Марэсхак говорит об изумлении как о пределе гырга. Когда он говорит о предельном сосредоточении на божественной сущности, которая вызывает человек изумление божественной любовью, он описывает эту границу как как бы еще действие гырга, но уже начало чего-то иного. Но в строгом смысле слова выше места ясности нет помышлений гырга, потому что там помышления уже сверхъестественные, помышления связаны с созерцанием божественного света, то есть проблесков нового века и света Христова, как это описывает Иосиф Хазайя. Да, спасибо большое за такую плодотворную дискуссию. Я надеюсь, что это не очень абстрактно все звучало, но, как я говорил, Мар-Эсхак в чем-то сложнее, чем Мар-Иосиф, потому что он не выстраивает постоянно одну и ту же сетку, которую он придерживается. Поэтому воссоздание этой сетки это труд, который нам надлежит предпринять. Вот я думаю, то, что мы сформулировали для изумления, это как раз очень важная важный вывод для понимания наследия Мар-Эсхака. И то, что мы понимаем про Герго, где она начинается, где она заканчивается, это тоже будет нашим вкладом в изучение наследия Мар-Эсхака, потому что очень много, как я говорил, пробелов еще в его описании. Потому что сам материал с трудом поддается описанию. По текстам Мар-Эсифа гораздо легче выстроить его систему, потому что он единообразно придерживается той же самой сетки. Так что я благодарю вас за то, что мы сейчас совместно выстроили эту схему и благодарю вас за терпение. определить, как в греческой и славянской аскетической традиции есть термин максимально приближенный к Герго, или может как-то можно определить его в терминах такой традиции. Но это вот вопрос наш, к которому мы постоянно возвращаемся снова и снова. и я пока что не нашел однозначного аналога, потому что это сосредоточение, это постижение, это взирание, как говорит Мар-Эсхак. Мы с Александром Преображенским, обсуждая и предложения, высказанные участниками семинара, пришли все-таки к мысли, что стоит его переводить как размышление, имея в виду то базовое школьное понятие, которое воспринимали читатели Мар-Эсхака, сделав соответствующий комментарий о том, что Герго в большинстве случаев это не дискурсивное состояние, связанное с уровнем выше дискурсивного мышления. Вот, Виктор, вы писали мне, что хорошо бы сделать издание без комментариев для тех, кто комментарии не читает, но Александр Преображенский на это заметил, что если человек не хочет читать комментарии, то, может быть, он недостаточно внимательный читатель Мар-Эсхака в принципе, и тогда ему Мар-Эсхак в принципе не окажется полезным. Вот, Александр здесь следует восточно-сирийской школьной традиции, которая во многом восходит к Мар-Аве. Знаете, что при Мар-Аве было запрещено руку полагать диакона, человек, который, не знаю, писал сильно изусть. Вот, опять же, в последующей традиции от Авраама Кашкарского и дальше известно, насколько большие усилия по работе с текстами требовались от монашествующих в церкови Востока. И в житии Рабана Бар-Ите описывается, как он выучивал наизусть Ивагрия и книгу Кераклида. Поэтому пока что мы... Почему не подходит умпостижение? Потому что не для всех этапов этот термин... Ну, умпостижение — термин, который уже в себе заключает сложность. Он включает в себе слово «ум», а Мар-Асхак, например, часто связывает его с Райяна. И там тоже есть своя терминологическая трудность, как перевести его. Я предлагаю поставить себя на место читателей Мар-Асхака, для которых «Гырга» — это в первую очередь размышления. И дальше просто понять, что Мар-Асхак наполняет его многими другими терминами. И Мар-Асхак не боялся этого делать. Он в своем трактате о божественной любви говорит даже о хусхасе, о щекотаниях божественной любви. А термин хусхасе используется обычно в негативном ключе применительно к движению вожделения, то есть к таким себе, вполне себе, самым, что и на есть плотским движением человека. И Мар-Асхак не боится говорить о щекотаниях божественной любви, пытаясь через неподобный образ, пользуясь термином Денисерия Пагита, передать что-то более высокое. Вот он не боится использовать термин пыгья, блуждание, применительно к негативному явлению, применительно к положительному. Поэтому я думаю, что понятие размышления Мар-Асхак точно так же здесь делал, поднимая уровень термина, наполняя его более глубоким содержанием. Но вообще умопостижение для значительного количества контекстов подходит в качестве рабочего термина. Но нужно опять же смотреть, ну для того, чтобы объяснить, что это такое. Но по контексту, чтобы еще синтаксически этот термин встроился, тоже не всегда там бывает подходящим. Но вообще постигать постижение, наверное, наиболее близких из прецедентов, который выражает то содержание термина «хэрга», которое Мар-Асхак в него вкладывает. Пожалуй, да, это наиболее близко для большинства контекстов, чтобы объяснить, что это такое. Размышления никак не согласуются с принуждением к это решению. Так я же и говорил, что Мар-Асхак использует этот термин, сообщая, и не только Мар-Асхак, но и Шамон-Тайбуфе использует этот термин, наполняя его новым содержанием. Вопрос в том, у читателей Мар-Асхака мог такой же вопрос возникнуть. Но постижение и постигать, может быть, все-таки мы используем. Но постигать означает понимать. А гэрга это еще и делание как раз таки с принуждением. Постижение, оно тоже не всегда связано с принуждением. Постижение это процесс. Я вдруг понял, далеко не всегда есть слово постичь. Слово постичь, постигать, оно не всегда подразумевает усилия. В общем, Владимир, ваш вопрос остается пока что открытым. Но для нас важно, во всяком случае, понять, что Мар-Асхак имел в виду, а в конце концов с термином мы разберемся. В конце концов. Леонид Ефимович Коган, когда они на занятиях думали, как лучше передать тот или иной текст, говорил, ну, у нас не кружок художественного перевода, но у нас здесь все-таки тоже не кружок художественного перевода, но мы-то как раз обязаны будем этот термин найти. Но дальше будем думать. Вот, а что, постижение термин византийский, это вот большое спасибо за это замечание. Это вы как раз на вопрос Владимира ответили. Хорошо знаю византийскую традицию. Спасибо. Тогда как раз для Владимира это будет таким адекватным ответом на его вопрос. Ну что ж, продолжим дальше. Очень хорошее размышление, очень жизненное будет дальше идти в тринадцатом параграфе и четырнадцатом. Отсюда следует, что чин радости относится все еще к степени детскости всех божественных вещах. Мы помним, что Маресхак слово детское мудрование, детский образ мысли использует применительно к размышлениям о Боге как о судьи. То есть для него это понятие характеризующий образ богословия человека, его богословского мышления. А здесь он говорит о духовном состоянии, не о мнении человека о Боге, а о духовном состоянии. Но, впрочем, эти вещи взаимосвязаны, потому что по мыслим Маресхака постигать божественную любовь и необусловленность можно не дискурсивным мышлением, хотя мы, думая об этом дискурсивно, тоже получаем удовольствие от красоты мыслим Маресхака. И его тексты могут вдохновлять. Но для Маресхака постижение божественной любви и, соответственно, взрослая мысль о Боге связана как раз таки с деланием герга, умопостижения вот этого самого. А пока человек этого не достиг, то он детски думает о Боге. То есть, видимо, для Маресхака его термин шавруса, в данном случае детскость, и тарита шварта, детский образ мысли, эти термины, видимо, взаимосвязаны все же. Чин радости относится все еще к степени детскости в всех божественных вещах. То есть, радость прекрасна, но то, что находится превыше дискуссивного мышления, когда человек достигает безмолвия, оно еще более высока, чем радость. Это радость, которая от энтузиазма, которая от воодушевления, которая поддерживает человека, но дальше его ждет нечто более высокое. Ибо какая радость близка к чину совершенства, которая, при том, что великое дело радоваться о Боге, если радоваться по подобающей причине, а не в невежественных помыслах, сильно превосходит всякое совершенство разума. Вот здесь в плане терминологии очень важно. Я сейчас перепроверю по тексту оригинала. Да. рабба яттир менкуль мирусе драйяна. То есть он говорит здесь о чине совершенства, которое превосходит всякое совершенство разума. Это интересное замещание начать термина драйяна, который Марцхак связывает преимущественно с душевным этапом. То есть здесь говоря о совершенстве, он говорит, что это совершенство превосходит совершенство разума, то есть те состояния, которые, как я пока что понимаю, это те состояния, которые человек достигает еще на этапе дискурсивного мышления. Это пример тоже в копилку того, как Марцхак понимает разум райяна. И сие можно узнать также из того, что относится к естеству, а именно из того, что радость сильнее проявляется в детях, у которых темперамент приходит в движение, вот здесь глагол рсах, который как раз означает воспламеневаться. И, кстати, еще насчет понимания рысха, мы с Диаконом Николаем Шаблевским недавно обсуждали его перевод из Лишадада Мервского, и там Ишадад из слова рысха использует, говоря о пламенении огня, в который были брошены три отрока. Жар-пичи. Он говорит здесь, сейчас я найду это место. да, да, рысха, досуна, жар-пичи, да, то есть Ишадад, говоря в бытовом моменте, говоря о том, как печь пылала в Вилонской, и когда туда бросили отроков, ангел сделал им там прохладное место, и говоря об этом прохладном месте, он говорит, что они чувствовали там себя как царь в своей опочивальне. Это образ Афнимарана, когда он говорит про разум и ум, очень интересно вдруг это Ушадада найти такой же образ, с тем же редким словом кайтон, означающим опочивальню, внутреннюю комнату, ложницу. Так вот, он там говорит о том жаре, который попалил тех воинов, которые приблизились к огню, он использовал рывха, то есть наш перевод пламенения для рывха это подтверждает это использование Ушадада Нервского, великого экзегета церкви Востока 9 века. А здесь он использует глагол рафах, то есть как раз-таки начинает пылать, пламенеть, ну и вскипать, ферментироваться, но я как-то более пресно это перевел, приходит в движение, а так, наверное, можно даже перести, у которых темперамент воспламеняется. Раззадоривается тоже хорошее слово, да, из-за чего-то малого. Очень такое жизненное определение детей. Общийся активно довольно часто про детей говорит, и очень жизненные у него зарисовки бывают. Он, например, говорит, ну вот вера, она стоит выше страха. Христос сказал, что вам змеи не повредят. Он говорит, этот младенец, он когда возьмет змею, ему ничего не бывает. Я все удивлялся, где же он взял таких младенцев? Вот, но правда, когда Сергей Владимирович работал в Турабдине и раньше Отто Ястов работал в Турабдине, в Северном Месопотамии, они там записывали тексты про то, как спали они на крышах, и он говорит, как муравьи бегали скорпионы, рассказывает один информант, отец, кажется, отец профессора Шабуталая Берлинского университета. Вот, который тоже родился в Турабдине. То есть, видимо, это какая-то жизненная зарисовка, как дети не боялись змеи-скорпионов. А здесь он говорит, как раззадоривается у них темперамент от чего-то малого, и они сразу же радуются. И также они легко обращаются к противоположному, то есть к огорчению. Ну, зарисовка очень жизненная. И вот здесь он использует термин музага, который означает смешение и темперамент. Вот, любимая тема Александра Преображенского, на которую великолепный доклад на одном из наших первых семинаров, первом семинаре, который проходил онлайн. Вот, он доступен в подкастах лаборатории. Доступен он для прослушивания доклада Александра. Вот, и коллеги из лаборатории очень надеются, что Александр и опубликует свой доклад. И, как Александр Преображенский показал, в аскетической письменности и в византийской, и в сирийской внимание к темпераментам человека, а их общей сложности девять, один из которых уравновешенный, вот, то есть, это соотношение горячего, холодного, сухого и влажного, внимание к темпераменту было очень велико, внимание к тому, что можно есть, в зависимости от темперамента, в какое время года. То есть, была очень развитая пищевая культура. И Александр также показал, как переводчики девятнадцатого века уже не чувствовали это у того же Авдорофея, например. И вот у Марасхака мы видим внимание к теме темперамента, и в первом томе есть пример тоже соответствующий. И у толкователя Авнеморана мы видим внимание к теме темперамента. Эта тема тоже достойна детальной реконструкции. Какая была у них культура, ну и питание, и отношение вообще к самым разным условиям телесной жизни человека в зависимости вот от этого античного медицинского знания. Потому что это знание остается за скобками в трактатах мистических, но оно подразумевается как само собой разумеющееся. И опять же, оно усваивалось в медицинских школах, не в медицинских, простите, а в богословских школах. Антропологические понятия базовые усваивались, как мы это видим по трактатам Охудема, псевдомихаила Бадоки. Была медицинская школа в Гундишапуре или Бетлопатия, и там присутствие сирийцев было очень сильное. Сирийский язык использовался в ней как один из языков научных. Но, как Григорий Михайлович Кесель замечает, мы не знаем, учился ли там Шимон Тайбуте, наиболее медицинский среди мистиков. Но и помимо медицинской школы в богословских школах Сарково-Востока внимание к антропологии было велико. Так что очень интересно, если Александр реконструирует эту систему темпераментов, не систему, а представление о темпераментах, которые были у восточных сирийцев в частности. И вот здесь он говорит, у нас уже в третьем томе было упоминание о темпераменте. Он говорит, что есть гнев от злого навыка, а есть гнев от темперамента, холерический темперамент по-нашему. И особенность этого гнева в том, что он легко вспыхивает, легко успокаивается, и после этого у человека остается тваса, раскаяние. Вот есть тьявуса, покаяние, буквально возвращение, то есть к Богу, оно предполагает другого. А есть тваса, раскаяние, которое не предполагает другого. Это внутреннее огорчение и сожаление того, что так произошло. И вот здесь он говорит о том, что темпераменту детей легко приходит в движение из-за чего-то малого, они точно срадуются. И также обращается к противоположному, когда же детство переходит во взрослую степень, тогда он уже в большей мере обретает спокойствие и умеренные движения. Также в области божественного, буквально в том, что относится к Дому Божию. Но слово «дом», оно означает также и общность, и некое соучастие. Допустим, толкователь Афнеморана, говоря об отраках в печи Вавилонской, называет их «двэфхнания», буквально «из дома Анания». То есть они были не из его дома, не из его семьи, а те, которые вместе с Ананией. Поэтому и здесь я перевел это «бэф-алага» в общем смысле, относящиеся к божественному, в области божественного. В той мере, здесь у меня опечатка, когда кто-либо простирается к ведению и чувствует Бога, его помыслы увлекаются к спокойствию, и он взирает на величие Божие как бы в изумление и в неизреченном молчании и в стыдливости. Очень красивое определение. Вот впервые мы это видим у Марыс Хака в третьем томе, когда он говорит о стыдливости при созерцании, о том, что это изумление очень сдержанное, как у него и в первом томе есть описание смиренного человека, который не решает воззреть на божественную сущность, не в смысле, что ее можно видеть, а он не решает мысленно к ней поступить, он не решает, что бы то ни было сказать, он просто безмолвие предстоит перед Богом, потому что совершенно нечего ему изречь. Вот смирение у него оказывается таким пределом предстояния пред Богом. И здесь он говорит о стыдливости, то есть о том, что в изумлении нет места никаким порывам, даже очень возвышенным. Человек предстоит перед Богом в безмолвии и в благоговении, потому что он не знает, что ему изречь. И он говорит дальше, благоговение не спадает на него, так что он даже не дерзает вознести к нему помысла или взирать на престол славы его. Здесь можно перевести параллель из книги врачевания Шимона Тайбута, где Шимон говорит о сдержанном молчании, шитка кахида, вот от того же самого слова он приводит, сдержанное или благоговейное молчание. Но он там говорит о молчании даже не связанном не созерцанием Бога, а связанном с созерцанием, как он говорит, небесных сущностей. То есть он говорит о том молчании, которое происходит, пользуясь другой системой координат, на месте ясности, где человек созерцает ангелов, и в этом состоянии он уже превыше слова. Уже там он пребывает в благоговейном молчании по Шимону Тайбуте. Вот тоже важная параллель между Марасхаком и Шимоном, что они связывают молчание с благоговением и стреливостью, сдержанностью. Но здесь Марасхак говорит о величии Божьем, а там Шимон говорит о созерцании ангелов. И он приводит пример Серафимов в заведении Исаии, тоже интересный экзаметический поворот. «Как учит нас откровение прока о Серафимах во время их Три Святых Словословий, как крыльями они покрывали…» Здесь слово «кудаш» используется, которое часто указывает на пение «кадиш-кадиш-кадиш-кадиш», «свят-свят-свят», на пение английской песни. Ну, собственно, то, что Серафимы возглашали во время «поэтому я перевел их Три Святых Словословий, буквально во время их освящений. Как крыльями они покрывали лица свои, чтобы не воззреть со властью, с дерзостью, с наглостью, на великолепие славы Божьей. Таковы и те, кто достиг онного ведения, свойственного чувствованию Богу, буквально ведение чувствования Бога». Я словом «свойственное» перевел здесь вот это вот отношение, выражаемое родительным падежом, ведение, которое взирает на него в чем-то превышающем мысль людей, да в том, что превыше мысль людей. Как говорит и святой Иоанн Иннокопомейский, и вот здесь он эксплицитно цитирует Иоанна Отшельника, который оказал влияние на восточно-сирийских мистических авторов. Ведь к молчанию в конце концов приходит глагол «шин-реш-каф» означает достигать чего-то в конце, поэтому я перевел так громоздко этот глагол, приходит в конце концов, буквально в молчании кончается душа, то есть в итоге она приходит к молчанию, когда она поднимается от движений страстей и взирает на сокровенное, и ведение пребывает в том, что духовное. И опять говорит, нечто неизреченное она чувствует, когда находится в молчании. Итак, «чин радости» есть еще степень детскости в сравнении со сладостью онного духовного движения в Боге, в ведении о естестве его, то есть о мудрости его и прочем, относящемся к богатству тайн его, которые время от времени внезапно появляются в уме, когда словесность останавливается от естественного бега движения в свою главу непокоя, который в ведении о нем». Здесь он описывает тот самый путь Герга, хотя именно здесь слово Герга не употребляет. Когда человек предельно сосредотачивается на божественных атрибутах, то есть он говорит «в знании о его естестве», да, сама по себе фраза звучит дерзко, «в знании о божественной природе», но он поясняет то есть о мудрости его и прочем от начающемся к богатству тайн его. А в четвертом трактате третьего тома он говорит, что сущность достигается через три атрибута – благость, мудрость, любовь, благость и мудрость. Видимо, он эту же мысль здесь имеют в виду предельное сосредоточение на божественных атрибутах. Вот это вершина этого состояния херга. И прочим, от начающихся к богатству тайн его, которое время от времени внезапно появляется насчет идеи внезапности и время от времени. Марес Хак об этом говорит дальше. У него есть ценные наблюдения о том, как постепенно человек достигает все большего пребывания в этом состоянии. Ведением я называю не то, которое в словесном движении и в мыслительной части души, то есть не дискурсивное мышление, но которое в чувствовании, приводящем к покою словесную силу. Словесная сила – то, что присуще мыслительной части души. Да, у души три части вожделительная, яростная и мыслительная как раз или словесная. И у нее есть как раз у мыслительной части есть разные проявления, в том числе словесность. В некой сладости изумления и приближающем ее к остановке в безмолвии от бега всякого помысла. Да, вот он как раз здесь говорит о беге всякого помысла, то есть эксплицитно подтверждает, что всякий помысл останавливается, прекращается. И всей тайне мы имеем прибыть в Царстве Небесном, если будет достойно житие наше. Важное замечание относительно эсхатологической участи людей. Он наговаривается, если наше житие будет достойно. И сей есть вкус онного грядущего совершенства. То есть состояние совершенства к Мирусу в полной мере это тайна нового века, но в нынешнем веке мистик получает его в качестве залога и вот гораздо более даже изящный термин, чем залог вкус. Потому что вкус позволяет почувствовать нечто подлинно и желать этого еще больше. Когда дети покупают себе сок, или мы покупаем им сок, и они дают мне попробовать. Я понимаю, что я могу попробовать немножко, потому что чадо горчится, что не выпьет сок в полной мере. Я понимаю, что сок вкусный, но сам его пить не буду, пусть лучше выпить чадо. Я, получается, понимаю вкус сока в полной мере, однако я им не насыщаюсь, но я понимаю его в полной мере. Кстати, у Марес Хака тоже есть сравнение с мехом вина, который каждый может попробовать и сделать некий вывод о вкусе вине и о его действии. вот вкус грядущего совершенства, а в новом веке совершенство будет в полной мере. Всей жизни о нем, то есть о совершенстве. Да, я делал такой комментарий, это ясное согласование в оригинальном тексте, говорится таинственно, также и о радости говорится в переносном смысле, метафорические, там термин сирийский, который обозначает метафору, о радости говорится в переносном смысле, что она есть вкус и залог он его царствия. То есть радость тоже можно считать залогом царствия, но не в полной мере, потому что эта радость связана с воодушевлением человека. Это еще не то благоговейное безмолвие, которое предвосхищает тайну будущего века. Поэтому о ней говорится как о вкусе и залоге царства в переносном смысле. Этот залог дается тем, кто не в состоянии слушать об оном чине совершенства, дабы хотя бы из вкуса радости они разумели то, что превышает их степень. То есть радость она тоже служит для человека предвосхищением того, чего он достигает на более высокой степени и предвосхищением будущего века, но в данном случае это будет образное предвосхищение. Радость по уподоблению метафорически в данном случае позволяет судить о состоянии совершенства, достигаемом частично в нынешнем веке и в полной мере в будущем. Поэтому, когда начинает просвещаться разум, после того, как он умолкнет и немного успокоится от сражения, тоже важное замечание, умолкнет и немного успокоится от сражения и смущения от страстей, блуждения суетных мыслей. То есть, сражения уже нет, он уже успокоится, но это начало пока что этого действия. Он говорит о начале этого движения на душевном этапе. И, значит, и после блуждания суетных мыслей Махшиваса, слово, которое рост на слово хушава, помысел, который смущает видение, начинает проявляться на нем сие изумление помыслов через умопостигаемый свет разума. То есть, здесь он говорит, вот в данном контексте, в 18-м параграфе, изумление помыслов подразумевает начало душевной степени, то есть, видимо, здесь речь идет о, вот к чему мы пришли после обсуждения с Виктором, простых движениях. Видимо, здесь изумление помыслов подразумевает то, что движения у человека еще есть, но они уже простые. Вот если верну от одесли Виктора, что непрестанное пребывание в изумлении при чтении писания, это непрестанное пребывание в простых движениях, но ограниченных, то здесь изумление помыслов, понятно, почему он использует такой термин изумление помыслов, это пребывание в простых движениях, то есть, это еще не то высочайшее изумление, в котором ум избавляется от всякого движения. Опять же, это рабочая гипотеза, которую мы здесь фиксируем в этом месте, потому что сейчас мы продвигаемся в значительной мере через лес. То есть в какой-то мере мы это делаем впервые. Можно просто изумление, которое на Боянышской ступени быть, если оно здесь связывается и с равной частью души, плотонические, вот этим в котором есть может ли здесь как раз некоторая тактика такого философского решения причина? Да. Как раз так начало. Ну, начинать... Ну, вот здесь он говорит о том, что он успокаивает от блуждания суетных мыслей, то есть он как минимум говорит о состоянии сосредоточенности, когда все внешние мысли остаются за пределами Аграты. Это, получается, он говорит о начале этого делания Гырга, но философское размышление, безусловно, сопутствует ему, потому что предпосылки, с которых человек начинает, это как раз попытка вникнуть в божественную промысль, открываемую в библейских текстах и размышление о божественной сущности, которая превыше чего бы то ни было. То есть начинается это как философское размышление, хотя по мыслям Арасхака дальше человек должен освободиться от всякого помысла. Но я думаю, что та ступень, которая на дискурсивном уровне осуществляется, назвать ее философской можно, потому что, конечно, философский бэкграунд огромный. Опять же, если подтвердится мысль, что Дианисири Апагит здесь повлиял на Арасхака, потому что есть терминологическое совпадение, о котором мы говорили на занятии по девятому трактату. И опять же, Шимон Тайбусе приводит рассуждение, где он использует форму Гарех, он размышляет, он постигает, тоже комментирует тех, Дианиси Ариапагита, что служит дополнительным аргументом в пользу гипотезы. Поэтому слово философское здесь вполне можно использовать. Хотя Арасхак может говорить о философии в негативном ключе, но Александр Сирочин по этому поводу замечал, что многие восточно-сирийские авторы – это неблагодарные школьники, которые получили в том числе позднеантичное философское наследие в богословской школе, но дальше отталкивались от этого, но аппарат у них был соответствующий. То есть они, поднявшись на уровень сверхрациональный, уже относились с некоторым пренебрежением к рациональному знанию и даже с некоторой агрессией к попыткам рациональным знанием подменить мистический опыт, но так-то они были воспитаны на этой традиции. Поэтому каждый раз Александр Сиротинин реагировал с некоторым негодованием по поводу разных реплик таких язвительных в адрес философской – ну, мы везде это в христианстве видим, и у христианцев мы тоже это видим. Они тоже были воспитаны философской традицией, но при этом они и полемизировались с ней тоже. Ну, или этот образ Василия Великого у Григория Ницкого же есть этот образ с египетским золотом. Но Григорий Ницкий, он испытывал смущение, как ему истолковать золото, которое Израиль утащил из Египта. Он говорит, ну, некоторые говорят, они имели право, потому что они работали, были в рабстве 260 лет. Он говорит, в общем, Григорий Ницкий затрудняется толковать это буквально. А аллегорически он находит, это же философия, которую мы, как бы, мы христиане утащили из античного мира, но зато утащили по праву и украсили, как и мой брат Василий это сделал, и украсил церковь. То есть Григорий Ницкий очень прямо все говорит про отношения с философией. Вот. И, по-моему, Шимона Тайбуте называли истинным философом. Я найду это написание сейчас в статье Григория Михайловича Кесселя. Найду потом еще формулировки, в которых присутствует выражение духовный философ или истинный философ. Вот. То есть в восточно-сирийской традиции использовался сам по себе этот термин. Вот. То есть по крайней мере в этом связи с философией они ощущали, хотя в этом же опять же был эпилемический задор. И вот дальше важное замечание. И много раз за день возникает в нем изумительное движение. И собирается разум внутрь себя и оцепеневает. И пребывает человек, слово наш это неопределенное местоимение, некто, но оно образовано от слова со значением человек. Здесь я по этому так перевожу, потому что чтобы не коверкать русский синдексис. И пребывает человек безмолвия и изумления. Иногда во время молитвы, а иногда во время службы. И кто ведает насколько сладостны онные молчания и оцепенения, кроме тех, на ком почили они. Однако вся собранность разума в начале разумного света, то есть в начале действия разумного света, бывает продолжительностью в час. И разум возвращается обратно к чину своему, пока опять не возникнут в нем иные движения. Вот здесь добавляется важный термин оцепенения. Разум мефбрель оцепеневает, застывает, сам этот корень арамейский этимологически означает страх, поэтому в западных арамейских языках, в английском и арамейском от него образован слову суетиться, а вот в сирийском наоборот застывать, приходить оцепенение. Продолжительность пребывания в ней, то есть собранности, соответствует степени разума. Вот это важно, что на разных степенях разная продолжительность. То есть, чем выше поднимается разум, тем дольше он находится в этой собранности. Важная тоже корреляция между продолжительностью и степенью, на которой разум находится. И так, когда разум достигает всего, то не всякий раз, когда он хочет и нисколько желает, позволяется ему совершать службу посломопения. Ведь бывает, что он начинает службу от восхитительных движений, которые появляются в разуме. Язык приходит в покой и умолкает, и речи не пресекаются и не движутся, ибо разум успокоился и остановился. Это замечание справедливо по отношению ко всем степеням мистического делания, которые превыше дискурсивного мышления. Здесь Марасхак не конкретизирует, но мы можем встретить у него и у Иосифа Хазаи описания, которые связаны и с состоянием превыше ясности, и состоянием ясности, когда человек умолкает. вот такие описания разум успокоился и остановился обычно используются по отношению к духовной молитве, к высокому состоянию. Но Иосиф Хазаи говорит о погружении и о застывании, говоря о состоянии вместе ясности. То есть здесь это описание может подойти к разным этапам, когда человек становится выше вербального способа молитвы и размышления. И опять же у Иосифа Хазаи есть рассуждение о том, что когда человек поступает к этому состоянию, ему стоит закрыть окна на своей келье, запереть комнату и по возможности не слушать никаких внешних звуков, чтобы не отвлекаться, готовить к встрече с более высоким состоянием, чтобы не быть подобным ребенку, опять ребенок упоминается, который за финики променивает целый талант. То есть он дерзает сломопение в этом случае сравнить с финиками, потому что он обретет нечто большее. И, как мы знаем, это поставили на соборе Церкви Востока 1786-87 года, вину Иосифа Хазая. Но Иосиф Хазая, как и Марасхак, говорит о состоянии, которое охватывает человека, не по его воле. И Марасхак об этом говорит дальше. И отныне ему не позволяется приступить к службе псалмопения, потому что взор разума был отнят от псалмов к тем сокровенным вещам, которые возникают внутри. Это необычные помыслы, но изумительные и неизреченные. Если же кто из своей собственной воли, опять же, неизреченные помыслы, это важный комментарий позволяющий понять смысл термина «изумление помыслов». Они необычные, но неизреченные. Это, как представляется, подтверждает нашу точку зрения о том, что, говоря об изумлении помыслов, Марасхак говорит о пребывании в простых движениях, потому что они неизреченные в смысле, что они невыразимы, они несловесные, во всяком случае, эти помыслы. Но при этом использование самого термина «помысл» позволяет предположить, что речь идет пока что об ограниченных движениях, а не о бескредельных. Если же кто из своей собственной воли прекратит службу и молитву, не чувствуя сих, то есть изумительных помыслов, то он наполняется злыми помыслами и тщетное блуждание овладевает им. То блуждание пыгья, которое со знаком минус. То есть тут Марасхак говорит прямо, что по своей воле остановить службу человек не может. Это тот барьер, который, та граница, которая отличает нарушение церковной дисциплины для мистиков от ненарушения. Сие же собирание разума и видение ума бывает от продолжительного уединения от людей и от просветленности помыслов и от борьбы против страстей. Опять же, слово просветленность Марасхак часто употребляет применительно к чтению писания, что опять же выстраивает общую картину достижения простых помыслов через углубление в писание и от борьбы против страстей. И, как я сказал всякий раз, когда бывает это собирание помыслов и изумление движений, в начале оно, вот здесь он говорит уже не о изумлении помыслов, а об изумлении движений, тем самым понятие движения и помыслы ставя вместе. в начале оно бывает на короткое время и затем разум приходит свое прежнее состояние, пока снова не настигнут его иные движения, то есть обычные. Важно, что он говорит здесь о времени, говорит о том, что сначала это состояние достигается на час или просто на короткое время. говоря о внешнем аспекте этого, о том, сколько времени проходит, пока человек в этом состоянии пребывает. Пребывая в этом состоянии, человек не оценивает время, как это и Виктор в чате заметил. И так, когда инок достигнет всего чина и смешается с ним вся сладость его сокровенном служении Богу, тогда мало помало отнимается у него уныние и он не впадает в малодушие и душа его не становится стесненный, как иногда это бывало, ни от продолжительного безмолвия и уедения от людей, ни скорбями и болезнями тела. То есть в этом состоянии он избавляется от переживаний, от малодушия и от страха, то есть он поднимается выше уровня борьбы и выше уровня переживаний. Ну и в том числе это соответствует тому, о чем говорит Осип Хазайя, что рысха, пламенение и энтузиазм могут переходить также и в огорчение, а здесь он находится в состоянии, которое превышает радость и пламенение и, соответственно, превышает и огорчение и борьбу. Ибо сладость разума его и утешение сердца его прогоняет и забирает у него эти скорби. Пока инок не примет сокровенное утешение, не станет для него легкой тяжестью ныния. Когда же он получит немного отдохновения от всей тяжести, тогда станет легким в очах его трудное житие монашества. То есть здесь тоже важные слова по слову уныния кутааа. Здесь поднимается то состояние, когда с трудом он берется за что-то, когда не поднимаются его руки. Но, в общем-то, в церковном обиходе слово уныния тоже часто связано с прокрастинацией, с нежеланием что-то сделать, с желанием что-то отложить. То есть важно, что речь идет не о депрессии, а речь идет о состоянии воли. И он говорит о том, что пока он не получит это утешение, он вынужден себя понуждать. То есть он состояние понуждения воспринимает именно как понуждение. И для этого состояния уныния Кута, Иосиф Хазай дает свой знаменитый совет про кредитора, который ждет регулярности, но равнодушен к количеству. То есть были свои советы связаны с развитием воли для этого состояния. А избавляется от этой тяжести он, когда получает это сокровенное утешение. Когда же он получит немного вдохновения от всей тяжести, тогда станет легким в его глазах трудное житие монашества. Итак, то, что я уже сказал, говорю и здесь. К вящей памяти, к большей памяти тех, кто, там слово ятира используется, памяти тех, кто жаждет сигарований. Сил усложнения и чувства не бывают тогда, когда на разуме почивает благодать, и он облекается силою духа. Здесь он говорит о том, что происходит не по воле человека. Но опять есть состояние духовной молитвы, когда воля человека совершенно незадействована. Но Маресхак говорит и о более ранних состояниях, как о состоянии, когда почивает благодать на человеке, и человек имеет в этом божественную помощь. Но в одном состоянии он прилагает свои усилия и получает от Бога ответ. В другом контексте это состояние описано в шестом трактате третьего тома, где он говорит о покаянии, на которое он получает ответ. И через это он опять же постигает всеобщую радость о всех людях. Я как раз сегодня думал, что вот видно, что третий том, ясно, как он шит, ясно, что общая тема поднимается во всех его трактатах. А шестой трактат, где он говорит, разбирает послание к Римлян, как он соотносится с тематикой третьего тома. А вот тут становится ясно, что проблема воли и ответа на волевое движение человека, и через это восхождение к состоянию, когда человек постигает божественную любовь, она в шестом трактате присутствует так же, как и в других местах третьего тома. И вот Марасхак говорит о состоянии, когда есть волевое движение человека и ответ на него, а есть о состоянии, когда воля остается позади и связывается. Он слово ктира использует, связывание. И эта реплика справедливая к тому и другому состоянию, когда на разуме почивает благодать, он увлекается силой духа. Ведь сей сокровенная сила, а не сила учения и простых помыслов. И сей дарование бывает уинок соразмерно тому, как он исправляет страсти, которые в нем и оставляет мир и пребывает безмолвие отдельно от людей. То есть опять же он описывает состояние предшествующего телесного этапа и собственно душевного, когда он пребывает безмолвие, удаление от людей. И он говорит здесь о соразмерности с одной стороны, но о божественном действии с другой. То есть с одной стороны человек прилагает усилия и есть некая соразмерность, с другой стороны есть непредсказуемый ли человек божественный ответ. И в 21 трактате 2 тома Марес как говорит, что это состояние может наступить раньше, чем ожидает человек, прилагающий усилия, или позднее, потому что человек не может предсказать это, детерминировать это своими усилиями, но усилия требуются. И что-то пришла бытовая аналогия с подарком на Новый год, за который от ребенка требуют себя хорошо вести, но подарок все равно будет не с размеренным усилием ребенка, а будет соответствовать замыслу родителя. Но это может быть не вполне точная аналогия, но тем не менее человек прилагает некое усилие, и это необходимо для него, как и лестница необходима, чтобы залезть на крышу. Но ответ будет все равно непредсказуем, он не будет соразмерен пропорционально. И вот тут Марацхак и говорит, что с одной стороны только когда почивает благодать, а с другой стороны соразмерно тому, потому что важно и то, и другое на душевном этапе. Это лестница, через которую поднимаешь на крышу. Да подаст тебе сам Господь, чтобы не только из простого чтения ты познал сие вещи, но через свой собственный который почивает, но шахна, но тирийский термин можно перевести как почиет, потому что форма презенса к настоящему и будущему относится. Либо она уже почивает, либо он надеется, что почиет он это познает. На уме твоем аминь. Замечательная формулировка. Мы помним, что здесь обращается к тому же брату, которому написано 12 трактат, который думает, имеет ли смысл отшельническая жизнь или не имеет. То есть он пишет как учитель к ученику. И он пишет, описывает для него состояние, которое этот монах, читатель, судя по всему, еще не пережил. И в этом смысле очень интересно рассказать как педагог. Он пишет о большем для тому, кому предстоит это пережить. И интересно, какие выражения он подбирает здесь, в этом случае. Как он с одной стороны говорит, что это нужно познать не из книг, а с другой стороны очень строго оттачивают формулировки, как образованный человек, стремящийся детально точно изложить свой опыт. Спасибо большое. Мы как раз к концу занятия органично дошли до конца этого замечательного трактата. Со своей стороны приложив усилия для постижения из Крияна Шхима, простого чтения. о смыслах этого трактата. Продолжаем собственной экономике с